Субтитры создавал DimaTorzok Второй книги Царства на следующей неделе Но сегодня мы с вами будем говорить О заповеди крещения Я хочу поприветствовать тех, кто присоединился К нам в прямом эфире Я благодарен Господу за каждого из вас Что вы приходите, вы посещаете Спасибо вам за это Спасибо Богу Приветствую церкви, которые присоединились к нам сейчас Молодежь, которая смотрит Точно так же я хочу поблагодарить Пастора Райана, который На прошлой неделе заменял меня Удивительная была Проповедь Благодарен за всех пасторов За весь штат, которые поддерживают Нашу церковь Все эти люди являются большим благословением Для меня Хочу поблагодарить каждого из вас За то, что вы молились За меня и других людей Которые в Камбодию ездили с миссией Я поделюсь об этом с вами В скором будущем Но я хочу поблагодарить вас всех За то, что вы продолжаете жертвовать И Слово Божие влияет на людей На людей всего мира Вы поддерживаете работу Благовестия 15 лет назад в Камбодии Не было вообще никаких христиан Но сейчас мы увидели Что за 15 лет Христианская Община Очень увеличилась в этой стране Выросла Фактически с нуля До большого количества людей Спасибо за то, что позволяете нам Взять Евангелие И принести его В самые дальние уголочки мира Я хочу сегодня поговорить О первой христианской проповеди Когда Петр был исполнен Духа Святого И он начал проповедовать Евангелие Это евреи, которые стояли Слушали его Которые собрались в Иерусалим На праздник Пятидесятницы И стоял Петр и проповедовал Проповедовал Слово Божие Это была сильная Сильная проповедь И вы знаете Люди зачастую задаются вопросом Какая первая проповедь была Как она выглядела Мы для этого с вами можем Возвратиться ко второй К главе Деяний Деяний святых апостолов И посмотреть Те слова, которые Говорил Петр Мы с вами сегодня будем Говорить о хрящении Двадцать девятый стих Двадцать девятый стих Мужи и братья Это будет позволено С дерзновением Сказать вам о братце Давиде Что он и умер И погребен И гроб его У нас до сего дня Будучи пророком И зная Что Бог Склятывая Обещал ему Отладать чресло Его Воздвигнуть Христа Во плоти И посадить на престоле Его Он прежде сказал О воскресении Христа Что не оставлена Душа его В ваде И плот Плоти его Не видела От пления То есть Фактически То что здесь Говорит Петр Что Давид Фактически По существу Был христианином Сего Иисуса Бог Сего Иисуса Бог воскресил Почему мы все Свидетели И так он Быв вознесен Десницу Божию И приняв От Отца Обетование Святого Духа Излил то Что вы ныне Видите и слышите Ибо Давид Не вошел На небеса Но сам говорит Сказал Господь Господу моему Сиди одесной Меня доколе Положу врагов твоих Подножия ног твоих И так твердо Зная весь дом Израилев Что то Бог Сделал Господом И Христом Сего Иисуса Которого вы распяли Здесь сейчас Петр проповедует Что вот Вы Виноваты Вы Вы распяли Иисуса Но этого Его Бог Воскресил Из мертвых И посадил Рядом с собой И услышав это Они Услышав это Они умолились Сердцем И сказали Петру И прочим апостолам Что вам делать Мужи и братья Вы знаете Посмотрите Что происходит Народ останавливает Петра Посреди проповеди Говорит Что же нам делать Я вам хочу сказать Такое никогда Со мной не происходило Чтобы люди останавливали Меня и говорили Что же делать Петр Петр Сказал им Покайтесь И докрестится Каждый из вас Во имя Иисуса Христа Для прощения Грехов И получите Дар Святого Духа Ибо вам Принадлежит Опитование И детям вашим И всем Далим Кого не призовет Господь Бог наш И другими Многими словами Он свидетельствовал Увещевал Говоря Спасайтесь От рода Сего возвращенного И так Охотно Принявшие Слово Его крестились И присоединилось В тот день Около Трех Тысяч Людей Я вам хочу Сказать Это сильная Картина Три тысячи Три тысячи Человек Крестилось Обратились Они к Богу И я хочу Вам сказать Что это Одно из Самых Серьезных Заповедей Заповеди Где люди Объединяются Где люди Объединяются И крестятся Это одна Из первоначальных Главных Заповедей Которые Постановления Которые Нам были Были Даны Иисусом Я вам хочу Сказать Первое Первое постановление В котором мы Участвуем Как церковь Это вспоминать О том Как Иисус Был распят И мы принимаем С вами участие В причере Господней Причащаемся А второе С вами Что мы Постановление Которое Мы исполняем Воплощаем Во всем Это крещение Это сильные Постановления Потому что Оба Эти постановления Провозглашают Провозглашают Силу Божию Провозглашают Провозглашают Силу Божию То что Мы с вами видим здесь. Главное то, что мы видим в церкви, заповедано. Заповедано церкви. Надо креститься после того, как человек обратился к Богу, рассказал, что нужно креститься. И при всём при этом кажется, это вроде бы простое постановление, но столько люди дебатируют, столько дискутируют по поводу того, как креститься, надо креститься. И всё, что окружает это крещение, что мы должны исполнять, что мы не должны исполнять. И я вам хочу сказать, скорее всего, люди, которые, даже есть люди, которые в зале сейчас сидят, думают, вообще, нужно ли мне креститься. А другие люди думают, а то, как я окрестился, вообще, это ибей под собой силу или нет. И я вам хочу сказать, сегодня я буду проповедовать на тему, тему крещения. Не для того, чтобы мне свою интерпретацию вам показывать, но для того, чтобы обрести ясность, которую мы найдём в Слове Божьем. Давайте с вами посмотрим вместе на все эти стихи. Господи, я прошу Тебя, успокой сердца наши, пожалуйста. Я не знаю, о чём люди сейчас думают. Может быть, люди думают о том, что им нужно делать, о том, что покушать, или какие-то другие вещи, которые их волнуют. Господи, я прошу, помоги нам сейчас фокусироваться на Тебя. Господи, я прошу, помоги нам иметь сердца, которые готовы слушать Тебя, которые готовы научиться. От Тебя, Господи, я прошу, помоги нам отложить в сторону всё, что мы знаем о крещении, чтобы увидеть и посмотреть на Слово Твое. Помоги нам во всём быть послушными Слову Твоему. Мы любим Тебя, дорогой Иисус. Аминь. Когда речь идёт о баптизме, о крещении, всё это основывается в великом постановлении, в великой заповеди, где Иисус сказал, идите и учите все народы, идите и проповедуйте всем народам, учая их заповедовать всё, что я, учая их исполнять всё, что я заповедовал вам. Первое, что Иисус сказал в этом великом постановлении о том, что крестите их и научите людей следовать за мной. Чему я вам сказал, надо им научиться, в чём последовать? Вы проповедуйте, вы доведите их до того места, людей, которые последуют за крестом, дойдите до того места, где они будут соблюдать заповеди. Но первое постановление, которое дал Иисус своим ученикам, посылая их во все конца земного шара, это идти и креститься. Это личная заповедь Иисуса. Она имеет под собой личный характер. Нету здесь ничего непонятного, ничего неясного. Когда вы обращаетесь к Иисусу Христу, отдаёте сердце своему Ему, вы каетесь в грехах своих, следуете за Ним. И первое, что заповедано вам, когда это действие происходит, это идти и креститься, это первая заповедь, которую вы получаете, будучи верующим в Иисусе Христе. Есть единственное исключение к этой области послушания. И мы с вами посмотрим на единственное исключение из правил. Это бор на кресте, который был распят с одной стороны Иисуса Христа. И вы помните, помните человек, который сказал с Иисусом, будучи распятым. Вы посмотрите на Иисуса, он не сделал ничего, почему бы ему нужно было бы распятым. Он был распятым. Он понял, что Иисус является царём, Иисус является Богом. Иисус не сделал ничего, за что бы ему сейчас претерпевать эти муки. И он сказал, ты вспомни меня, Иисус, когда придёшь в царствие твоём, вспомни меня. И я вам хочу сказать, на этого вора можно посмотреть, и сказать, он является самым великим теологом Библии, потому что он всё чётко понял и сделал резюме, так тем, кем является Иисус. И тогда Иисус ответил ему, сказал, сегодня ты будешь со мной в раю. И сегодня вы будете со мной в раю. Я вам хочу сказать, этот человек не крестился, но очень трудно креститься, когда ты распят на кресте. Я вам хочу сказать, человек спасается не через крещение. Человек спасается через веру в Иисуса Христа. И я вам хочу сказать, вы можете посмотреть на этого вора, который был распят, не крестился, но при этом присоединился к Иисусу в раю. Он не мог креститься, не потому что он не хотел. Это не было каким-то чем-то послушанием. Это у него не была возможность просто-напросто креститься, потому что он был пригвождён к Кресту. И я вам хочу сказать, для других людей нету объяснения, нету прощения, когда люди, верующие в Иисуса, не крестятся, потому что эту заповедь преподнёс нам сам Иисус Христос. Почему? Я вам хочу сказать, люди представляют различные аргументы, почему бы не креститься. И вы знаете, очень важно вам знать, что нужно делать, что заповедал Иисус, потому что у вас будут дети, дети будут спрашивать, креститься или нет. Однозначно, однозначно, это нормально иметь вопросы, но я вам хочу сказать обязательно, однозначно надо сказать детям, что нужно, и вам самим, что необходимо креститься, потому что это первая заповедь, данная нам под верой нашей в Иисуса Христа. Я вам хочу сказать, да, крещение является, крещение является публичным ещё объявлением, заявлением всему миру, что вы верующие. Интересно, мы с вами говорили много раз об этом. Христос нам заповедовал, как первый человек, когда человек обращается только к Богу, самый первый раз. Иисус сказал, нам нужно по обращению к Богу креститься. Я вам хочу сказать, если бы я давал кому-то заповеди, я бы сказала, первое, что нужно делать, читайте Библию, поверили Богу, читайте Библию. Вы научите людей, научите людей, повелевая им заповедовать всё, что я приказал вам, фактически всё, что я оставил вам. Я бы сказала, это не первое, если бы я это делал, я бы говорила, не нужно креститься, читайте Библию. Но это не то, что сказал Господь Бог. Что такое в отношении крещения, где Иисус бы сказал, самое первое, самое главное, надо креститься. Почему это настолько значимо, что это Иисус заповедовал нам делать первое? Давайте посмотрим. Первый век нашего эра. Христианство только зародилось. Когда люди крестились, когда только зародилось христианство, только пошло, начиная с Израиля, люди крестились при всех, публично. То есть какой-то бассейн, там какая-то система бассейна были. Люди приходили и это видели. То есть люди крестились, и все на них смотрели. Я вам хочу сказать, вспомните, что в первом веке нашей эры христианство не было популярным. Если ты публично при всех заявлял, что ты являешься христианином, и что Кесарь не является Господом, а Иисус является Господом, это значит, что ты фактически говорил о том, кому принадлежит твое сердце. Люди отворачивались от тебя, ты фактически под угрозу ставил дружбу с людьми, свое предпринимательство, свою работу, свой бизнес. И многие люди, которые заявляли, что они являются христианами, в это время они вообще поплатили за это своей собственной жизнью. Я вам хочу сказать, что если в первом веке, в первом веке нашей эры, когда люди крестились, они показывали полностью, что они посвятили себя Христу, что нету дороги назад, что они полностью отдают себя Иисусу. Вы знаете, зачем крещение было дано? Потому что одной из причин, это Иисус хотел посмотреть, вы согласны идти за мной полностью, без того, чтобы поворачиваться назад, без ограничений. Ты последуешь за мной, потому что человек свидетельствовал, что я люблю Иисуса, и я следую за Ним. Я вам хочу сказать, это все равно, что можно посмотреть на ваше кольцо, кольцо, которое вы получаете при церемонии бракосочетания. Вы знаете, зачем вы носите эти кольца обрученные? Почему? Почему вы их носите? Потому что вы показываете, кому вы принадлежите. Вы знаете, вы можете подойти, ваш муж может подойти к вам и сказать, я вас очень, я очень люблю тебя, ты драгоценна в моих глазах, но я не хочу носить это кольцо обручальное. Я не хочу его найти, я не носить, я не хочу, чтобы люди мне задавали вопросы по поводу женат я или нет. Я хочу, чтобы сразу все видели. Я вам хочу сказать, если вы после этого будете еще живым, вы знаете, что жена вам скажет? Если ты в действительности меня любишь, ты не будешь стыдиться меня. Если я действительно драгоценна в глазах твоих, ты тогда публично будешь тактождествлять себя со мной, и твое обручальное кольцо не будет каким-то объектом насмешек, стыда, но это будет показывать о том, что ты обручил себя мне. Я вам хочу сказать, если ваш супруг или супруга думает об этом, насколько больше Господь думает о том, когда вы пошли за ним, вы вспомните о Иисусе, что он сделал? Он публично за вас пострадал, он не умер там, где его нигде не видел, он умер там, где каждое лицо могло его увидеть, каждый человек обратился туда. Это когда Иисус был распят, он был наверху, на вершине склона, на горе. Люди проходили, это было место, было оживленное, люди приходили, выходили. Он был, несмотря на то, что он был Сыном Божьим, он был Богом, он был проклят за ваши грехи, он взял ваш стыд, ваши грехи, и они были пригрознены ко греху. Вы знаете, я вам хочу сказать, можно я вам скажу, что когда Иисуса распяли, он полностью был обнадежным. Когда вы смотрите на картины, которые показывают о том, как Иисус был распят, обычно показывают, что он был прикрыт чем-то, но я хочу сказать, не было этого. Он был абсолютно обнажен, он потерпел стыд, он претерпел, он претерпел стыд, он претерпел такие жуткие мучения за вас. И это все было публично. И мы с вами должны исповедовать Иисуса Христа, потому что мы не стыдимся Евангелия. Мы хотим последовать за Ним во всем. И мы публично заявляем, мы публично свидетельствуем о том, что мы любим Его. И что сказал Иисус в Писании? Он сказал, что те, кто исповедует Меня пред людьми, я буду исповедовать того человека пред Отцом моим небесным. Но Иисус сказал, те, кто отречется от Меня пред людьми, я отрекусь от того пред Отцом моим небесным. Страшные, серьезные, глубокие слова. Вы знаете, когда вы креститесь, да, вы исповедуете Иисуса, вы послушны Иисусу, но еще вы исповедуете смерть, смерть, которую вы фактически олицетворяет смерть в вашу прошлую жизнь. Ваша прошлая жизнь, вы погружаетесь при крещении, вы погружаетесь в воду, чтобы умертвить, умертвить ваши грехи, заделанные прежде, прежде вашего обращения ко Кресту. Я вам хочу сказать, когда мы с вами смотрим о крещении, это все на крещение, люди думают, крещение — это очищение, это не то, чтобы, это просто очищение. Ваша новая жизнь во Христе — это смерть к прошлой жизни, и вы выходите из воды, потому что вы перевоплощаетесь, вы перерождаетесь, вам дается новая жизнь во Иисусе Христе. И в римлянах говорится, неужели вы не знаете, что все крестившиеся во Иисусе крестились, его смерть, поэтому мы погребены во его смерть. для того, как Иисус воскрес, как Иисус воскрес, так и мы воскреснем к новой жизни. Когда мы с вами, когда мы крестимся, и когда я крещу людей, когда вы креститесь, когда я крещу, я крещу людей, я говорю, что вы проповедуете Евангелие, вы умираете к тому образу жизни, который вы вели раньше, вы умираете, вы полностью, не просто вы отказываетесь от чего-то, немножко от того, немножко от того, вы отказываетесь от всего, что у вас было прежде, и вы воскрешены к новой жизни. Вы знаете, люди говорят, что пастор, ты серьезно говоришь о том, что погружение полностью должно произойти при крещении? Да, абсолютно. И я вам хочу сказать, когда мы крестимся, мы проповедуем Евангелие, и Евангелие мы воспринимаем со всей серьезностью, со всей присущей этому сообщению, это для всего того, что Евангелие со всей серьезностью. И когда человек погружается, это значит, в воду погружается, в воду, это значит, вы отставляете полностью, полностью все назад, и вы провозглашаете всему миру, что Иисус является Господом, я последую за Ним, я умер в старой жизни, и я сейчас в прошлой жизни, и я, я выхожу из воды, потому что я, несмотря на то, что я был распят со Христом, я теперь буду жить со Христом, и я буду жить со Христом, через веру моего Иисуса Христа, который пострадал за меня. И вы публично исповедуете Христа, и вы показываете, что вы умерли для греха, и вы теперь будете жить для Иисуса. И люди задаются вопросом, когда же мне креститься, если крещение необходимо? И я вам хочу сказать, когда крещение происходит, когда человек обращается к Богу, то есть сначала обращение к Богу, покаяние, вера в Иисуса, и только после этого крещение. И крещение относится исключительно и эксклюзивно для верующих, и поэтому крещение является выражением вашей веры. Нельзя неверующим креститься, это только для верующих, и поэтому младенцам нельзя креститься. Мы не видим по всему Новому Завету, мы не видим ни одного человека, который бы крестился, не будучи верующим к Иисусу, или этот человек был младенцем. Идея того, если вы думаете, что вы спасаетесь через веру своих родителей, это не библейское понимание, нет у Бога внуков, ваши родители спасти вас не могут, ваши бабушки верующие спасти вас не могут. Это должно произойти с вами, обращение к Богу, это должно произойти с вами. Может быть, вы когда-то крестились, когда вы были, вас крестили, когда вы были совсем непонимающим ребёнком или младенцем, может быть, может быть, вы крестились, и для вас это было как бы ничем, и потому что вы не понимали, что происходило на тот момент. Я вам хочу сказать, вы не можете впечатлить Бога, потому что вы креститесь, это только происходит, крещение только имеет собой, под собой имеет только, как же по-русски это говорится, имеет это, необходимо это, чтобы крещение, только если вы обращаетесь к Богу, только если вы обращаетесь к Богу. Когда вы уже верующие, когда вы обратились к Богу, когда вы начали изменяться, когда Бог изменяет вас, и сейчас Дух Святой уже живёт в вас, и если вы обратились к Богу и никогда не крестились, я сейчас прошу вас, умоляю вас, обратитесь к этой заповеди. Вы должны креститься, вы должны поправить это с Богом. Вы знаете, люди задают вопрос мне зачастую, необходимо ли крещение для спасения. Я вам скажу, больше всего, когда люди задают вопрос мне, то, что они фактически меня спрашивают, есть ли для меня способ, чтобы я был христианином, но при этом не крестился. То есть фактически люди спрашивают меня, как я могу быть христианином, но при этом не соблюдать всё, что Бог заповедовал мне соблюдать. И я хочу вам сказать, и вам настолько добро, настолько мягко, как я могу, со всей кротостью я вам говорю, если вы задаёте мне такой вопрос, это вы, значит, не понимаете всего того, того, что написано в Писании, того, что написано о крещении. Я вам хочу сказать, вы знаете, все мы люди, все до единого, все мы заслуживаем ада, мы все заслуживаем наказания, потому что плата за грех — это смерть, это смерть. Мы не можем пред Богом стоять и пытаться какие-то аргументы привести, почему Господь должен нас помиловать. Но слава Богу, что Господь наш превалирует, Он окружён, Он сам по себе, это многомилостивый Бог. Он видел, что мы жили в таком месте, где мы не могли спиться, и Он сделал невозможное, то, что никогда бы человеку даже на ум не пришло, для того, чтобы показать нам и суд, и милость. Он послал Сына Своего, Сына Своего, это было немыслимое, Сына Своего, где Иисус, будучи распят на кресте, Он понёс гнев Божий на себе, праведник, умер за неправедных, для того, чтобы понести ваши грехи на себе, наши грехи на себе, для того, чтобы по воскресении Иисуса, по вере, когда мы верим в Него, чтобы гнев Божий был удовлетворён, мы бы получили спасение. И Господь даёт нам спасение каждому, кто обращается к Нему по вере. Вы можете знать спасение, вы сможете узнать прощение грехов, вам даётся новая жизнь, и даётся вам обетование вечной жизни с Богом вечным. И только тогда, когда вы обращаетесь к Иисусу, когда вы осознаёте, что вы заслуживаете, и не заслуживаете ничего, кроме смерти и наказания, и понимая, насколько святой Бог, тогда единственный вопрос, который вы можете спросить, это «Что же мне делать, Господи?» Иисус говорит «Обратись ко Мне и раскайся в своих грехах». И Иисус после этого добавляет «Вам нужно креститься. Публично испобедуйте свою веру пред людьми, которые смотрят на вас. И в свете того, что Иисус сделал для нас, претерпел такие муки, на кресте, чтобы спасти нас, чтобы свою кровь пролить за нас, для того, чтобы мы были прощены, тогда единственное, что вы скажете, в свете того, что Господь сделал для вас. Господь, да, я пойду за Того, я окрещусь. Вы знаете, если вы были младенцем, воскрестили родители, но для вас это не имело никакого значения, но при всём при этом, потом, позже в жизни вы обратились к Богу, вам нужно креститься, вам нужно поправить это. Вы знаете, может быть, родители крестили вас, и при всём при этом не было вас, ни вам, ни как вас по жизни никакого изменения. Невозможно обратиться к Богу и не измениться при этом. И, может быть, вы делали то, что ожидалось от вас, исполняли какие-то традиции, и потом, когда-то в жизни вы обратились, вы обратились к Богу, вы были рождены свыше, вы стали другим человеком, у вас произошли изменения. И я хочу сказать, тогда вам нужно креститься, и если вы не крестились так, как необходимо, вам нужно креститься. Если вы в действительности верующий, но когда вы крестились, на вас просто побрызгали водичкой, не было полного погружения в апланты креститься, может быть, сегодня утром, может быть, сила Евангелия пронзает ваше сердце. Вы понимаете глубину своего греха, и вы видите красоту того, что Иисус сделал для вас на кресте, и вы понимаете, что вам нужно изменить, поправить свои отношения с Богом. Я умоляю вас сейчас, вы обратитесь ко Христу, верьте Ему. Он является путём истинной жизни. Никто не может прийти к Отцу без того, чтобы обратиться ко Христу. Нет другого имени, которым надлежало бы нам спастись. И знаете, что следующее надо делать, когда вы обращаетесь к Богу и каетесь в своих грехах, вам надо креститься. Вы знаете, если вы сейчас являетесь человеком, и вы понимаете, что вам нужно креститься, сейчас мы дадим вам возможность креститься. Креститься, может быть, вы нервничаете по этому вопросу. Может быть, может быть, у вас даже, у вас есть, вы сейчас дрожите от того, что происходит. Вы знаете, я вам хочу сказать, это, это, это голос сатаны. Нервничайте, дрожите. Это голос сатаны, потому что голос сатаны всегда звучит, когда он уговаривает вас не слушаться Иисуса. Я вам скажу сейчас, пастор, вы можете спросить, моя семья сейчас не со мной. Я хочу, чтобы семья, я хочу, чтобы семья видела, как я крестился. Я хочу сказать вам, мы сейчас записываем все. Мы вам дадим возможность, вы можете, вы хотите дожить в духе крещения, выставите ваше видео, выставите ваше видео, мы запишем вас, мы пошлем вас, вы, вы, вы поместите это видео, опубликуйте для всех, чтобы видели. Если вы хотите, вы жите в духе крещения, пусть все видят, что вы сделали, что вы публично провозглашаете свою веру во Христа. Вы знаете, может быть, люди сейчас сидят и думают, да, мне надо креститься, но мы, но мы не хотим, предположим, вступить в церковь, да нету никакого, вообще даже речь не идет о том, чтобы вступать в членство в нашей церкви. Все, что мы хотим сегодня, что меня волнует, чтобы вы шли в послушании, жили в послушании Богу, и вы можете сказать, у меня есть практическая проблема с практической точки зрения, у меня нет одежды, и я вам хочу сейчас сказать, у нас, мы дадим вам сменную одежду, в которую вы будете креститься, а потом переоденетесь в вашей одежде, мы продумали абсолютно все, каждый аспект крещения, есть одежда, если мы запишем ваше видео, мы все сделаем, и пену все дадим вам, вы знаете, вы знаете, может быть, кто-то скажет, может сказать, что если вы все равно по какой-то причине не хотите креститься, будучи верующим человеком, я вам хочу сказать, вы так обрадуете Иисуса, Он радуется, когда люди исповедуют Его, что удерживает вас, чтобы вам в послушании последовать за Богом, сейчас я попрошу, сейчас, чтобы все встали в зале, может быть, вы молодежь сейчас слушаете, в церкви в Десоте, в Паула, вы выступали, слушаете, пасторы, сейчас у сцен, у сцен будет стоять, мы молимся уже долгое время за вас, чтобы вы пошли на этот шаг веры, мы сейчас услышим, как песня будет звучать, и я начну молиться, и если вы хотите довериться Христу, не откладывайте, и даже не ждите, пока я окончу молитву, вы приходите сейчас, на прошлый день, вчера в субботу, в субботу, вчера вечером 10 человек крестилось, девочка, она даже не дождалась конца молитвы, она выбежала, она хотела креститься, как бы вы себя чувствовали сегодня, вы положили бы голову свою на подушку, и подумали о том, что у вас чистое сознание, у вас чистая совесть, и вы ходите в послушании с Богом, какое же это прекрасное чувство, отец, спасибо за возможность сейчас видеть крещение людей, спасибо тебе, Господи, за людей, которые хотят обратиться к тебе, я прошу, чтобы сегодня был для них день, день спасения, день возрождения, день новой жизни, чтобы в послушании они пошли за тобой, и я прошу, Господи, чтобы мы во всем, мы хвалились с тобой, во всем, что ты даешь нам во Иисусе Христе, дорогой Бог, пожалуйста, Господи, сейчас я молю за людей, которые должны прекратить, ждать, которые, которые должны приглотить, откладывать, я прошу, дай им смелость, которые, которые они не обладают, может быть, но чтобы сейчас ты им дам смелость, которая исходит от тебя, чтобы они знали радость того, чтобы ходить в послушании с тобой. Господи, спасибо тебе за твою милость, спасибо тебе за твою благодать, спасибо за твое прощение, спасибо тебе за возможность быть послушными тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Керри будет играть, и вы помните об одном, что вы никогда не будете сожалеть о том, чтобы следовать за Господом нашим Иисусом Христом.